Продолжение следует... Если меня слышно, хорошо? Да, сейчас слышно. Говорите. Перепись Давида, которая была, в чем она плохая или в чем виновен Давид, что сделал перепись? В том, что он эту перепись сделал движимой духом милитаризма. У меня много воинов, я сумею победить. А вы вспомните Геона, седьмая глава книги Судей-то. 32 тысячи пошло против 150. Бог говорит, много. Кто трусливый домой, 22 отвалились. Еще повел, теперь веди к потоку, 300 хватит. Давид именно этим хотел показать, он непобедимый. Богу не угодно это. Бог побеждает сам, чтобы вы не возгордились. Вот в этом была его вина. Он переписал-то не просто людей, а могущих носить оружие. А что побудило его делать перепись, как вам кажется? Сатана. Написано, Сатана побудила его, он в этом раскаянии принес. И искусил его дьявол, написано. Для этого не было никакой причины, кроме потери страха Божия. Вот как Америка. Америка сейчас, мы непобедимые, у нас ракеты. Бог сделает так. Сейчас говорят, около 50 атомных бомб еще в советское время заложили под американский берег. Если взорвут, поднимется волна 150 метров, и две трети Америки смоет. В течение одного часа. Ну, как бы сказать, это да, как бы все возможно, все возможно. Ну, вот так, что гордиться не надо. Вот Сатана написано, искусил его, прямо там написано. А что, вот казни-то были, почему были другие должны быть? А Бог и сделал. У тебя много людей оказалось, я сделаю, будет поменьше. Именно казнь началась с людей. Ну, а вот, кажется, в чисел или в левитах написано, Бог говорит, когда будешь делать исчисление народа, то есть сама перепись или исчисление, оно не запрещалось же Господом Богом? Не запрещалось. Но именно цель. Цель. С какой целью? Не вино не запрещалось, а цель. И вот здесь как раз было для чего? Чтобы знали, что они вышли. Сколько зашло и сколько вышло. И дальше Бог будет показывать. Какое число? 600 тысяч. Не войдет только два человека. А почему? Потому что малодушие. А малодушие не должны были идти. Вот из Советского Союза, в который люди старые остались, им нужна перестройка была эта 20 лет, пока они перемерли. Тогда можно разговаривать. Это психология рабов египетских. И Бог показал им на это. Два человека сказали правильно, там, Иисус на вин, и там, и Ифония, и сын. Все, вот они войдут. А остальные будете в песок зарыты. Не пьетесь виновата. Да. А то есть менталитет Давида был неправилен? Да. Намерение. Намерение показать, какой я сильный, у меня много воинов, и я непобедимый. Это было в царской России. Вот мы такие, и начал царь войну. Единственное, кто его удерживал, говорил, это Григорий Распутин. Папа, не начинай войну. Сгоришь ты и весь дом твой. Вся Россия погибнет. Это один человек, который по частям разложил, что будет. Хорошо, хорошо. Я могу еще попутно вопрос задать, пока у нас связь есть? Давай, давай, давайте. Говорите не один. Теперь уже это второй ролик создадим. Давай. Все. Почему два сына Аарона внесли чуждый огонь? А вот слово «почему» Библия не объясняет. А Янна Таус говорит, чего в Библии нет, а то не рассуждайте. Может быть, им казалось, что он чем-то лучше. Ну, как сегодня сказать, от папироса зажечь свечи в храме. Я задаю вопрос такой. Скажите, а вы видели, в церковной ограде написано «не курить»? Да, запрещается курить, написано. А почему в храме этой надписи нету? В храме никогда надпись этой не ставит. А почему? Да и так понятно, что этого делать нельзя. А когда человек наглый, он, говорит, запятак в церкви пукнет. Он сделает то, чего в церкви делать нельзя. А когда я говорю, мы храм Бога живого, и ты куришь, себя отравляешь, то почему ты на надпись себе не повешаешь? Уста курящего демонская кадильница, Ян Короштадский говорит. Здесь не было причины показано. Может быть, чем-то чуждый огонь казался лучше, легче его добыть. Что означает чуждый, тоже непонятно. Но только он был взял где-то со стороны. Богу это противно. Вот когда Оза перевозил ковчег, и ковчег наклонился, и он его пытался поддержать. Что он плохого сделал? И Бог убил его. Он не виноват. Он отвечал за сохранность ковчега. Конечно, он не погиб душою. Потому что дела Божии не делаются так, чтобы их выправлять руками. Вот это обращение ко всем сектантам. Церковь деградировала, а мы теперь сделаем там баптисты-адвентисты, и мы исправим. Ничего вы не исправите. Вы впадете в еще больше и горше. А как исправлять? Молитвой, смирением, трудом. Трудом. Надо сказать так, чтобы пробило, чтобы слово имело силу, приправленное солью было. Не бояться ни царей, ни начальствующих. И Бог тогда благословит. У меня один знакомый, я говорю, мы беседовали с ним, когда он был здесь, в Афрунзе, о том, что Бог не требует служения рук человеческих. Когда я показал, что эта речь не о крестном знамени, он понял. Я говорю, тысячелетнее царство началось на Голгофе. На Голгофе. А не сегодня. И он не хотел признать. Ну и так понятно. До жатвы растут плевелы и пшеница. А вы вырвали пшеницу на тысячу лет раньше. До жатвы. Жатва кончина века. И он уехал в Америку. И он в это не поверил. А вот там машина сломалась у него. Он ехал, как вы. Другие поехали за детали. Он остался один, там ночевать видно. И ходил, размышлял, и 30-летняя давность, и разговор пришел на память. И он понял, что Игнатий-то был прав. И теперь везде проповедует и говорит. В фараоновой гробнице нашли зерно. Его посадили, оно дало росток. Так что сегодня, если вы что-то не примете, а вас уже молятся, вам Господь еще больше откроет. Хорошо, спасибо, благодарны. Да. Мы вас полюбили все. У вас образ такой, как патриарха. Я такой же смертный, как и все. Ну, так борода, так Господь сподобил какой. Она вот, ну, что ж я сделаю с ней. Ну, ладно, хорошо. Вот еще вопрос. Будет ли построен в Иерусалиме храм иудейской? Обязательно. Он сядет в храме, как Бог, выдавая себя за Бога. Об этом говорят все святые отцы. Мещать Амара будет взорвана у брата. Мусульманский мир подвинется, и все это сгорит у них. Они ничего не сделают. Это уже режиссура Богом занаряжена. Она проецируется на землю. И чем ближе, тем точнее, точнее отображение тени. Тень. И, наконец, совпало. Обязательно. Я как-то делал, ну, я вел занятия в разных университетах. Ну, и однажды меня пригласили преподавать на военной кафедре. Ну, как преподавать там? И вот я показываю, у них танкодром стоит, в окно, видать, танки стоят. Я говорю, вот с севера пойдут все советские войска, и там около Иерусалима будут сожжены. Да неправда это. А один преподаватель встал, говорит, я из Израиля приехал. Правда это. Это должно прийти. То есть надо научиться мыслить категориями Святой Библии. Библии нет, мы не рассуждаем, мы не знаем причины. Златоуст говорит, чтобы не ошибиться, что Илья взят на небо, спрашивали, а где он чем занимается? Это я знаю. А как он там питается? Нет. Библия молчит, зачем тебе гадать? И так и здесь. Храм будет построен и будет называться Третий Соломонов храм для Антихриста. И он будет как Бог себя выдавать. Так и написано. Это Ефрем Сирин говорит, Иоанн Златоуст. Все святые отцы учителя церкви. В-третьих, поставил учителями. Но это храм нужен только, скажем, для Антихриста, а потом дальше его аннулируют. Или же что будет дальше происходить? Дальше будет, три с половиной года пройдет. Будет такая скорбь, которой не было от начала мира. Но ради избранных она сократится. Три с половиной года, 42 месяца. И дальше приходит Христос с явлением своим. Духом уст своих уничтожает его. Третья книга Едры показывает. Из уст его меч острый. И он пойдет при Исподнию и брошен будет вместе со своим лжепророком. Сейчас ставят фильм, называется «Шесть». Видели, нет? Нет, нет, нет. А вы посмотрите, «Шесть». Прямо «Шесть» зарядите. Или «Антихрист». На русском языке американские фильмы. О том, как будет действовать антихрист. Но очень похоже, близко. Это, конечно, не так, как адвентисты говорят. Но это баптисты тоже. Вот они вознеслись, а вот ехал шофер, машина едет, а шофера нету. Это все бредни пьяных старух, Златоуст говорит. Это будет очевидно всему миру, от востока до запада. Как молнии явятся. Я с баптистами говорю, скажите, явится знамение Сына Человеческого. Это уже все, конец. Что такое? Ну, это Христос. Я говорю, за Ним явится Сын Человеческий. Как Христос за Христом Христос? А Златоуст говорит, явится крест, распятие. И три причины. Первая. Сделать мужественными, которые воскреснут, видя рядом мучителей. Мучителей, чтобы привести в трепет. И третья. Для славы Христа. Прославь Вочи, славой, которая имела у тебя прежде бытия мира. Три причины явления на небе креста, который погасит яркость солнца, в тысячу раз ярче будет. Ян Златоуст. Вот как. То есть Христос придет, антихриста не звергнет. Да. И процесс дальше... Почищет огненная река перед престолом. Даниила, 12 глава, 7 глава. И тогда все должны пройти. Праведники выйдут, как золото. А грешник выйдет, спасется, как бы из огня. То есть не уничтожится, как адвентисты седьмого дня. Не уничтожится, и будет брошен в огонь вечный. Спасется не для царства небесного, а от уничтожения. Угу. Да. Другого толкования нет. Кто нарушит одну из малейших заповедей, малейшими заповедями, то есть юными заповедями. Это заповеди блаженства. Девять заповедей его. И он не может быть спасен. Малейшим, то есть ничтожным, будет брошен в ад. А царствием называется пришествие Христа в царстве. Малейшим в царстве. Не внутри царства, а в явлении царства. Угу. Угу. И так дальше с пришествием Христовым дальше так и пойдет. Вот так я понимаю. И вот когда Христос явится, вот об этом говорится. Христос оторвался камень и ударил в этого идола, который золотая голова на выхода носа. И наполнил это камень Христос. Оторвался не рукой, а от чрева Девы Марии. Он родился. И вот этот камень ущелье Христа наполнилось. А будут ли верные? Он уничтожит всех. Нет. Сие творите в мое воспоминание, доколе он приедет. То есть литургия будет до конца. То есть хлебопреломление. И поэтому счастье спасется в ущельях гор где-то. Скорь будет невыносимая. Мучения будут страшные. Святые говорят, что если бы мы были живы, даже мученики, которые думаем, что и вряд ли устояли бы даже. Последние мученики будут самые великие. Вот как дело будет. Три с половиной года. Ну, на самом деле он семь лет будет. Три с половиной года он будет подготавливать там все эти союзы, Евросоюз. Там Америка объединится, одна денежная единица. Потом отменит. Чипы. Это все подготовка идет. Чтобы всеобщее слежение было за всеми. Хорошо. А к этому можно отнести место Уисайи, наверное. Я точно не помню. Войди, народ мой, в покои твои. Скройся на мгновение, доколе пройдет гнев мой. Это не из-за праведных говорится? Не за последнее время, а случайно? Говорится, но толковать единократно нельзя. Когда ученики Христа отступили, сказали, когда это будет и какой признак твоего пришествия. В одном вопросе было два. Христос говорил о храме, а они говорят, когда это будет храм разрушен и какой признак пришествия. А пришествие отстоит на две тысячи лет дальше. Но Христос двойным ответом везде говорил. Где труп, там орлы. Трупом назван Иерусалим, орлами римские легионеры. И одновременно Христос является на облаках, и верующие, как орлы, поднимутся в среднем Господу. Так и здесь. Одно, один момент, когда уверует человек, для него наступает мир, и это мгновение краткой жизни. Другое, когда будет при Антихристе. То есть это не единоразовое толкование, а оно расширенное на века. Хорошо, хорошо, прояснение. А вот еще вопрос. Христос говорит в Луке, в какой главе, не помню, вроде бы 20 стих. 21, наверное, да. Там говорит, что... Сейчас я скажу, скажу. Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, то знайте, что приблизилось запустение его. И потом тут же, рядом или через стих, говорится так, что и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Это время, когда 70-й год, когда император Веспасиан окружил Иерусалим, и когда его сын Тит закончил осаду, и он был разгромлен. Люди со всех сторон стеклись. Надо понимать, что население земли было во много раз меньше. И в Иерусалиме погибло миллион сто тысяч. И вот речь идет об этом. И когда Адриан повелел распахать его и солью засеять борозду, чтобы ничего не росло, евреям за большие деньги разрешалось только издали с холмов посмотреть на Иерусалим. Вот это время было язычников. Это один момент и другой, который в самом конце может быть. Я говорю, что это... Вопрос был двойной, и на двое он раздва... Ответ на двое. Хорошо. А может это значит, что со времени Веспасиана земля израильская, переименованная в Капитолину или в Палестину, по сей день, или по 68-й год, когда Иерусалим находился под юридицией арабских, скажем, стран, до 68-го года, после шестидневной войны, Иерусалим перешел перед правлением Израиля. Является неделимой столицей Израиля навечно и навсегда. В 1980-м году Иерусалим к Нессетам был провозглашен и принят закон о неделимости Иерусалима навечно и навсегда. А может это являться оконченным временем язычником над Иерусалимом? Может, предположительно. Почему? Вот, я не знаю, вам приходилось видеть, нет, старинные книги, называется «Лицевая», «Лицевая», то есть с картинками, там киноварь, и апокалипсис, семитолковый. То есть на одно место дается семь толкований. Это тайна сокрытая, и оно будет то, правильно и это. Допустим, видел белый конь. В одном белом коне считается сатана, а в другом месте это верно, на которых восседает Христос. А почему? В Библии то и другое оправдывается. А что именно значит? Ну, а ты готовься к тому и к другому. Вот вы что сказали? Да, вот так думаем, так. А Иерусалим теперь будет так. Мы ничего не знаем. Но говорим, да, очень похоже. Чтобы не ошибиться, не оказаться лжепророком. Хорошо, хорошо. Согласен. Вот еще в Даниила написано, Даниил молится, узнав по книге Иеремии, или иными словами, высчитал по книге Иеремии, что уже 70 лет пленения, наказания закончилось, а Израиль из Вавилонского плена не выходит. Даниил впадает в некую печаль, не ест, не пьет, вкусной пищи не входит. Три седмицы дней он ничего вкусного не ест. И видит видение. Ангел приходит. Даниил ему рассказывает печаль сердца своего. Ангел ему говорит. Знай и разумей с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седмин. И 62 седмины. По истечении 62 седмин будет предан смерти Христос. И не будет. А Иерусалим будет там разрушен вождем, пришедшим оттуда, оттуда. Вот я просто думаю. И там сказано. Знай и разумей, что 77 седмин определено для народа твоего и святого города твоего. Или наоборот, но тем не менее, говорится о городе и о народе. Что 490 лет, что равняется 77 седмин, определено для того, чтобы был заглажен грех, то есть снят грех с Израиля. И приведена была правда вечная. И, следовательно, наступило Царство Христово. Вот праведное Царство, скажем. Я так подозреваю. Но я просто думаю, что... Меня интересует. 490 лет это полное снятие греха с Израиля. Если, как многие толкуют и говорят, что если это время то ли до Рождества, то ли до Крещения, то ли выхода на служение, то ли до Распятия, то ли до Воскресения, то грех с Израиля еще не снят. Потому что, как мне видится, Петр говорит, покайтесь, чтобы загладились грехи ваши. Следовательно, Петр признает, уже по Воскресению Христовым его речь Петра, Петр признает и говорит, что грех с вас еще не снят, еще не загладился. Вы говорите, давайте кайтесь и совершайте погружение, омовение, крещение, чтобы снят был грех. Ну, пять тысяч, там, три тысячи братьев покаялась. Павел говорит, и Павел, говоря за Израиль, они отсечены, чтобы вы, язычники, привились. Это уже после намного Петра, Павел пишет послание к римлянам, и говорит, что, приводит такую вещь, что придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Израиля. Следовательно, Павел уже пишет после Вознесения, после тех дат, на которые указывают толкователи, что, мол, уже 490 лет закончилось. Но если они закончились, то грех не снят с Израиля. Петр свидетельствует в проповеди, и Павел в послании к римлянам говорит, что еще не снято, но когда придет во второй раз, Машеах придет, или Христос и Иисус придет, то снимет нечестие, отвратит нечестие от Израиля, или снимет грех. Как же получается, у нас 2490 лет промежуток сегодня от Даниила до нас, ну так условно сказать, а всего дано 490 лет на снятие греха. А тут что-то, какое-то вот, ну не связывающее что-то получается. Как вам кажется? Вот я когда слушаю вас, вот у вас разум чистый, светлый, а что значит не пользоваться тем, что Бог дал? Во-первых, говорит, поставил апостолами, это 12.28, первое Коринфянам, Кефесянам об этом говорит, вот, во-вторых, пророками, в третьих, учителями. Плохо, что третьи отбросили, учителей нету. Это все истолковано. Вы зарядите, может быть, я насчитывал на пленку в свое время, когда распространял труды святых отцов. На катушках тогда были. Посмотрите, называется Феодорит Кирский. Феодорит Кирский. Вот. Что-то, что-то из этого... Кирской, Кирской, да? Кирской, Кир. А, Кир, Кир, Кир. Кирский. Он дает толкование ветхозаветних пророчеств, вот это. Я их насчитывал, почему знаю-то, я не читал, а насчитывал на пленку. Вот. Вы не подумайте, что я на вас нападаю только, я просто объясняю, что человек... Нет, 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 я рад послушать, если вы нападаете, я слушаю, если не нападаете, я все равно слушаю, потому что мне хочется знать ваше мнение. Я не конкретно, как бы к вам говорю, люди, которые потеряли связь со Вселенской Церковью, отсеклись, сектанты, они, как бы укорочено у них мышление. Почему? Секта, это узы взгляда на истину. На истину смотрят, ну вот как танковая щель, суббота, все, субботники. Узнали имя Егова. Егова, 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 Егова. Все, Еговисты. То есть, они дальше не могут смотреть. Узость взгляда на истину. Дальше был такой миссионер Лазарь Кунцевич, один из самых сильных в России, и он был большевиками расстрелян. Он говорил... Евгений, да? Лазарь Кунцевич. И он говорил так, секта, это нечто грозное, зловещее и неуловимое. Просто можете записать себе. Я потом поясню как-то слова. Главное неуловимое, что меняют тактику, тактику вчерашнего толкования отбрасывается. Я подвожу к одному, что толкование было, и оно есть, и объясняется. Не надо смотреть узко на слова Христа, и заглажен грех будет. У вас это как бы корневое слово. Какой грех-то? Вы ни разу не сказали. Грех, идолопоклонство, который был заглажен, и они уже к нему не возвращались. Идолов не строили. Они нажили новый грех. О новом грехе дальше это говорит Павел-то. О грехе распятия Сына Божия. Фраза, переведенная тремя словами одинаково, она смущает сегодняшних верующих. Ну, там написано грех заглажен. Даже два слова. И они уже начинают метаться. О разном грехе речь идет. Они пошли в плен за то, что они вкланились идолам. Ну, почитайте послания Иеремии, другие. Там, Исайя 44, 41 глава. Псалом мы считаем об этом говорит. Кто, что такое идолы. Они когда, а теперь ушли в плен. Тут даже вы еще одно не сказали. И говорит, не было помогающим, а явился князь Михаил. И некоторые говорят, это не о Горбачеве было сказано. Там где-то Михаил Мещин у него, родимое пятно. Африканский континент на голове у него. Вот. Да нет, не про него я говорю. А что это такое? Понял. Я разговаривал с баптистом, я говорю, а кто такой князь? Ну, яговисты тебе сказали, князь Михаил, это Христос, говорит. Это архангел Михаил превратился во Христа. Большего бреда не придумаешь даже. А баптисты не освещают, не знают. Если вам будет интересно, я объясню толкование на Златоуста. Он говорит, у каждой страны есть ангел. Не только у человека, не презирайте ни одного из малых сих, ибо ангел их видит лицо отца, как говорится. То есть, у каждого человека ангел-хранитель, а еще есть у страны, у Америки один ангел, у России другой, у Грузии там дети. И вот там эти ангелы предстали вместе с ними, когда он молился три недели. И они говорят, ангел персидский говорит, владыка, ну вот они там поклонялись идолам, тебя забыли, а тут они, смотри, как живут, идолам не кланяются. И люди у них стали другие, здоровые, не надо им выходить из плена. А Данил-то молится и говорит, Господи, ну ты же обещал, там вот сколько седьмин пройдет и ты выпустишь. И архангел Михаил, это заступник еврейского народа, говорит, Господи, а что люди скажут? Бог сказал, а не выполнил. А два непреложных условия, свидетельства, Бог поклялся, ты тем более сказал. Ну отпусти их, они будут теперь уже обнимательные. А ангел тот еще как бы спорит, персидский, не надо отпускать, их беды там ждут. А здесь живут нормально, сыновей, дочерей женят, виноградники растят. Вот о чем речь идет. Но они загладили и грех вернулись. Они, я считаю, очень важно то, что священство было истреблено. Русская православная церковь ждет момента. Ей не исправится, пока Бог не выжит сегодняшний епископат и священство. Я уже прямо останавливаюсь на этом. Это самые главные противники истины. Они все давят под свой авторитет. А что назвали, говорит, Христос придет, Христос, это не Спаситель Христос. Не о нем речь идет. Слово Христос это перевод помазанник. А помазанник всякий, кто выполняет волю Божию. Горбачев, Михаил Сергеевич, это Христос. Помазанник. Почему? А он дал свободу церкви, раскрепостил анекдот. Так скажем уже образно. И вот там, говорит, скажи, зарю моему Киру помазаннику. В оригинале стоит, киру Христу. Какой он Христос, когда языческий? Тебя не надо рассуждать. Так назвал его Бог. И вот здесь, когда говорится о Христе, речь идет о том, кто выполнит это поручение, будучи помазанником. Тут надо быть внимательным и подвопросники задавать. Грех тот заглажен, а теперь они новый. Вот как разговаривают с евреями. Допустим, мы встретились с евреями, и вам надо доказать, что Христос это истинный Мессия обещанный. Машаах это и есть Христос. Иоанн Атауз говорит так. Запомните? Да, да. Лучшего довода нету. Вот мы считаем эту книгу и это, судей. Ирзадарис согрешает на 15 лет. Вышел там Ифай, спас 80 лет мирно. Опять грешат, в плен пошли. В плен, ну, наконец, Гедеон освобождает. Было так? Да. Скажите, больше 100 лет было? Было. А когда? Да. Когда пошли, они попали на 430 лет, были там. Но это было не за грех, а за то, что им смерть грозила. К Иосифу, когда потянулись в Египет, с Египта вышли. А вот теперь, скажите, а это был уже 5 век, какой грех вы сделали, что вы были развеяны в 1 веке и 400 лет и не можете разбраться. 400 лет! И вы по всему миру развеяны, как и Евгений Берсье, проповедник один говорил, как ком сухой земли, растоптанный веником, разметанный по всему земли. А мы, скажем, 2000 лет не могут собраться. Половина евреев еще в Америке находится до Советского Союза, в России. Какой грех? Идолам не поклонялись, пророков уже не было, вы не убивали, за что больше Бог вам сказал. Какой грех? Ясно, что грех был не просто против человека, что вы распяли не Иисуса из Назарета, а Сына Божия. И поэтому такой гнев на вас, что вы нигде не можете собраться в одно место. Вот какой ответ. То есть вы в 1 веке, а мы знаем, в какие года, Иерусалим был разрушен. И вы были развеяны, потому что вы постигнули против Сына Божия, пришел к своим, и свои его не приняли. Вот самый мощный довод и 53 глава Исаии. С евреями дальше не выходите. Обычно они говорят, об этом не будем говорить. Я разговариваю с разными раввинами, и они говорят, опустив глаза, об этом не будем говорить. Нет толкования, а есть только слезы. Вы распяли Сына Божий, поэтому гнев Божий излился на вас. Вот так и надо понимать и здесь. Какой грех загладится, а то, что они отверглись. Что нам делать? Вы руками беззаконников распяли его. Он прямо говорит, бросил им в лесу это. Стефан. Стефан говорит, кого из пророков не гнали отцы ваши? Наше человеческое мнение не просто бывает ошибочно, а противоположное. Вот люди, стоящие рядом, сделали большой плащ о Стефане, и все думали, какой светильник погас. Но никто не видел, что на злобе, гнева, стерегущего одежду начинал тлеть огонь, разгораться, и выйдет какой апостол. И мы не знали, были бы эти 14 посланий от Стефана. Надо смотреть, мыслить категориями Святой Библии. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Я спрашиваю, кого? Ответ полное молчание. И, конечно, добил последними, я вижу, стоящего. То есть, когда казнят, что Христос как бы встает, приветствуя мучеников своих. Вот ответ в этом. А расспрашивать, какие грехи, там что было, нам это не дано. Но явное дело, что там речь шла об одном, и они вернулись, грех был заглажен, и они вернулись, а теперь это грехи новые нажитые. Хорошо. К этому можно добавить или нельзя слова у пророков сказанные «Я смою кровь, которую еще не смыл». Это сюда относится? А это относится ко всем временам. Это относится, когда убили пророка Исаию, когда они поседают на жизнь другого пророка, когда отступает, и Господь показывает, кровью смывать будет это все. Вот есть такой фильм, Иеремия называется, видели, нет? Ну, как-то, наверное, видел, да. Посмотреть надо. Когда его Бог вызывает на это служение, и когда он разговаривает с царем, царь, я никогда не был рабом, он говорит, ты уже раб. Уже раб чужого мнения. Надо признать, что мы рабы. Раб добровольный, раб Христа. А бывает так, у нас уже там пленка заложена, и диск под языком. Что сказали, то и болтаем. А почему спрашивают? Обо мне иногда заходит разговор, где-то сказать, а почему его слово воспринимается? Вот там Андрей Акураев так возвышенно отзывается. Я ничего этого не знаю. На мою душу никакая семинария Академии не корежили. Я 50 лет у ног Христа просидел. Ну да, да, действительно. Я день и ночь учился. Вот еще, сейчас я хочу одно место найти, удастся мне его найти или нет. Это уже Новый Завет. Кстати, вот в книге Захарий про великого Иисуса Иерея и сатану, стоящего по правую руку. Это что видел Захарий? Он видел сатану как сатану? Или же Захарий видит всего лишь тех препятствующих и противодействующих? Это Тевия аммонитский раб и остальные там язычники, которые мешали строительству храма. А вот видите как? Когда Христос говорит «И создам церковь мою, врата ада не одолеет ее», ну что он видел? Врата раскрытые какие-то? Нет. Толкование одно. Это еретики, это все гонители. Это врата ада, которые влекут людей в ад. И так здесь тоже. Видели ли он сатану? А служители сатаны, они к нему приравниваются. Я говорю «Господь избрал вас двенадцать, но один из вас дьявол». И дальше Петру говорит «Отодеть меня сатана». Вот это прозвище католики. А мы от Петра, я говорю, не забывайте, что он единственный назван сатаной. От кого вы еще происходите? Папа Римский. Мы от Петра, от Петра. К слову сказать, нынче мы были в Ватикане, и я подарил папам обоим книги, франциску и Венедикту. Вы там были, да? Ну, конечно, мы же прошли до Лиссабона. Я им подарил книги свои. Я дальше хочу сказать. И вот когда говорится, что видел сатану, в данном случае, мы можем предполагать, само зло или как, а что дьявол имеет доступ до неба? Имеет. Но какое? Написано «Пристален Сын и Божий, между ними пристал и сатана». И дальше считаем пророка Михея, Бог советников ищет, а как нам увлечь Ахава? И один говорит одно, другое, другое, и один говорит «А я войду, духом лжи сделаешь в устах их». Он говорит «Иди сделаешь». То есть Бог советует с сатаной «Переми так, как есть, буквально». Так и есть. А там явились так «Может быть, он видел сатану, а может, видел полщище коммунистов, фашистов и всех, которые влекут погибель». А вот как. Да. То есть настаивать на одном толковании нельзя, потому что правильно то и другое. Сатаной назвал человек, творящий его волю. Ну, мы говорим, Христос сказал Петру «Отойди от меня, сатана, и подумай, что это человеческое». А человеческое во многом людях, и говорят, а мне не чуждо человеческое. Может быть, нужно сказать, мне не чуждо сатанинское. Ну, да, а то хвалятся, он увлечен женщиной или еще что-то. А мне, ему не чуждо человеческое. И считает это каким-то завоеванием. Так, сейчас я еще одно место хочу найти здесь. «Если мне удастся, Иисус знает, царство, вернее, мит, салты, песни, царь, и реми, и, 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 сейчас я хочу найти место одно. Я не помню, где, не в Захарии, а в Агея, может быть. Там речь идет о том, что Господь обрушился оси. Вот оно место, да. Оси, это не Агея, а оси. Шестая глава, стих. Ну, шестая глава там заканчивает. Шестая глава начинается так. Что-то плохо вас видно и плохо слышно. Прямо совсем размылось вот так. Это когда желается скрыть собеседника, какими-то клеточками лицо покрывают. Если закончится, то уже не выходите. Сегодня все закончено будет. Субтитры создавал DimaTorzok